Сэндрикс Тью Таузенд представляет Черепачки Ниндзя, Дух Волка, Воспоминания, Часть 2 Кори и Аксель жили какое-то время в городе, выходили наружу лишь только ночью. Эти два гигантских волка знали, что они должны быть осторожными. Было приятно видеть звёзды, они были свободными и всегда были вместе. Но свобода не длится долго. Тяжело, ребят, принести их сюда. Эти звери могут нам пригодиться когда-нибудь. Мастер Шредер, у нас получилось поймать их. Двух гигантских волков, сэр. Они были неподалёку от нашего логова. Как они поймали? Тайра помог нам, мастер. Он сумел победить. Ну, от маленького, конечно, мало толку, но в большом лучше остыть. Он выглядит дико. Нам повезёт, это займёт не так много проблем, как и с другими. Что будут делать эти странные двухногие существа с Кори? Ему хорошо подходит. Давайте, ребят. Это может быть полезно для неё. Всё должно быть установлено. Как же нам повезло, что мы были такие божьи. Как он был размером с лошади? Я думаю, что это плохая идея. Ладно, я первый. Но открывай. Это будет приятно видеть. Сейчас. Я знал, что это была плохая идея. Это будет очень сложно. Взять это животное на пост. Ни еды, ни воды. Пять дней. Ээээ... Я думаю, что ты их мычешь. Да? Метану. Теперь другим заручено охранять волка. И передай мне некоторые сюрикены. Мне нужно исправить мои сапоги. Давай же. Это всё, что ты можешь? Назад. Назад. Давай. Нет. Видишь ли? Любое животное может быть сломлен. Давай, волк. Хороший мальчик. Два года спустя. Шэдоу! Иди сюда, озорной волк. Я не могу ездить на тебе. Но это невозможно, чтобы слиться на тебя. Ты не станешь относиться к нему, как к домашнему животному. Как и другие, он должен быть установлен для этого. Они могут захватить его. Уверена? Мой отец возложил на меня ответственность за него. Кроме того, он не позволяет мне ездить на нём. Я стараюсь сдерживаться. Так учим пари. Если он сможет наброситься на меня, я отдам тебе волка. А если нет, я останусь с Шэдоу. Идёт. Шэдоу был без еды и воды целых пять дней. Ну, бери его. Я знаю, тебе он не нравится. Но, чтобы не случилось, возьми его на спину. Держись подальше от неприятностей. Я хочу, чтобы ты подошёл ко мне. Ну, давай. Давай, Ажи. Ты даёшь мне много битв, чем другие. Это не работает. Он очень силён. Не может выйти с моей спины. Я так устал. Мои лапы. Мне очень больно. Я не могу больше терпеть. Что за... Что? Нет, подожди. Ты никогда не будешь брать меня. А-а-а. Оу, нет. Ху-ху. Шэдоу, берегись. С тобой всё хорошо? Да. Тебе больно? Нет. Бэмс. Тогда о чём ты думал, болван? Тайро собирался убить тебя. Ты знаешь, на что он способен? Что бы случилось, если бы он приручил тебя? Я думаю, я был бы с вами. Никогда так больше не делай. Я боялся за тебя, мой маленький братик. Тихо. Я думаю, что он больше не беспокоит нас. Год спустя. Хе-хе-хе. Аксель! Что за чёт это было? Ты забыл, какой сегодня день? Конечно же нет. Подожди-ка. Сегодня мой день рождения! С днём рождения. С шестнадцатилетию, Аксельчик. Не называй меня так. Ты готов встретить Нью-Йорк? Да, с тех пор, как мы приехали сюда, мне охотно было выбраться отсюда. Мы будем сопровождать карай на патруле. Наверное, у черепашек-ниндзя есть какие-то неполадки в миссии. Черепашки-ниндзя? Звучит глупо. Да ладно, они готовы пойти. Наконец-то вы пришли. Подпишитесь, сегодня вечером мы должны быть в лаборатории Бакстера. Быстро. Я не хочу, чтобы черепахи потревожили нас. Я никогда не видел карай таким злым. Парни, оставайтесь здесь, чтобы осмотреться. Когда вы увидите что-то странное, дайте мне знать. Аксель, я должен кое-что сказать. Нет, я что-то сделал, братец? Нет, ничего особенного не сделал. У меня есть кое-что для тебя. Я знаю, ты любишь музыку и любишь петь. Я нашел эту в мусорах в последнее время. Это может быть не очень новый, но я просто надеюсь, что тебе он понравится. Кори, спасибо тебе. Это то, что я всегда хотел. Что бы ты хотел сделать с этой гитарой? Когда-нибудь я хотел бы дать концерт. Все знают меня, и ты бы видел меня с первого взгляда. Ты чуешь? Злоумышленники. Мы должны предупредить карай. Карай, они пришли. Что? Ребята, Тайро, готовьтесь. Я хочу драться. Абсолютно нет. Бензин. Аксель, берегись. Бу. Беги. Аксель. Кори. С тобой все хорошо. Кори. Нет. Кори. Майки, вылезай оттуда. Подождите меня. Давай, вылезай оттуда. Майки, чтоб тебя. Роза? Это... У меня есть ты. Мой шар. Акцель. Этого не может быть. Кори. Кори, подожди, я иду. Расслабься, я помогу тебе. Нет. Я не могу быть всю жизнь с тобой. Иди. Я не могу двигаться. Я не чувствую своих ног. И тело. Пожалуйста. Иди, братишка. Ты должен выбраться отсюда. Я не оставлю тебя здесь. Он заплатит за это. Акцель. Месть это нехорошо. Но помни. Что бы ни случилось, я буду любить тебя вечно. Эй, дверь. Нам нужно выбираться отсюда. Идём. Кори. Оставь его, он не выживет. Кори. Нет. Спасибо за лучшие годы моей жизни. Единственное, что я желаю, что не смог провести большее время с тобой. Я люблю тебя. Будь сильным и заботливым. Мой дорогой. Акцель. Давай, дверь. Мы идём. Кори. 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 Прошло несколько месяцев с ночи смерти Кори. А Акцель всё ещё не пришёл в себя. Он даже не ел и не спал. Кроме того, он получил ожоги на лапах. И ты ещё хочешь, чтобы предотвратил побег? Эй, я сожалею о смёте этого волка. Он был сильным. И защищал тебя всегда. Когда-либо отдал свою жизнь для тебя. В тот день черепахи дали нам засаду. И он умер. Если бы не они, а он был жив. Что ты собираешься делать теперь? Раз. Тайро, ты прав. Если бы не черепахи, Кори всё ещё был бы жив. Тем более, что Микеланджело убил моего брата. Что? Что это за чувство? Это ненависть? Нет. Я хороший парень. Я обещал Кори, что был хорошим парнем. Но... Но... Прости, Кори. Но... Я не могу сдерживать твоё обещание. К нам относились, как к зверям. Я им покажу, что это за дверь. Он забрал моего брата. Он должен заплатить за это. Я не буду больше хорошим и слабым щенком. Аксель. Аксель. Мёртв. Он должен иметь такой же шкуру. Меня. Продолжение следует. Отвечка Дрэк. Надеюсь, вам понравилось.